Продолжение следует... ...правильно рассказывать про методы применения, рассказывать про материалы пластические и не говорится о том, что у всех хирургических манипуляций всегда есть такая обратная сторона медали, это осложнения и они бывают в абсолютно любой операции, те или иные, бывают местные, бывают общие. Мы сейчас больше поговорим о местных осложнениях, почему они происходят и проанализируем ошибки, но 90% осложнений никогда не ищите никаких чудес нигде, их нету, а 90% это недопланированность операции. Наверное, вот об этом стоит поговорить в первую очередь. Сейчас мы на клиническом примере с вами рассмотрим подобные ошибки и ситуации. Клинический пример номер 14. Превентивная подготовка перед ортодонтическим лечением. Пациентка была направлена ко мне для увеличения объема толщины деснея прикрепленной и для решения вопроса с рецессиями, потому что зубы расположены во втором сегменте несколько орально, и по ортодонтическому плану требовалось небольшое корпусное передвижение болевестибулярно, соответственно, уже имеющиеся рецессии пародонтид хронический в анамнезе. В области 24 зуба есть проблема из-за адентии, есть проблема с ублесосочкой, то есть это уже третий класс рецессии. Поэтому в таком состоянии врач ортодонт не решился устанавливать технику, и было предпринято хирургическое вмешательство в области этих зубов. Давайте на нем детально рассмотрим исходную клиническую картину, рецессии в области зубов 22, 23, 24, образия в области, глубокие образия в области зубов 24, 23. У меня сейчас просто запломбировано композитным материалом. Рецессия в области зуба 22, к сожалению, это второй класс, потому что там отсутствовала прикрепленная десна, и обратите внимание, что, конечно, уже есть тающий сахар в области сосочков, но он больше пока не костный, он пока еще все-таки только мягкотканный, из-за нарушения межзубного контакта с зубом 21. Вот там другая немножко проблема. Рецессия в области 23 зуба 2 класса, рецессия в области зуба 24, 3 класса. Измерение расстояния от режущего края до десны. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 23. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 22. Протокол измерен зондом глубина рецессии, откладывается от вершины анатомического сосочка. Вы видите, как раз вот эта процедура происходит. На медиальном сосочке, обратите внимание, стоит точка зондом сделанная, кровавая. Это там, где уже измерили и поставили точку. Измерение, откладывание глубины рецессии от вершины анатомического сосочка, для того, чтобы дать отправную точку для вершины хирургического сосочка. Мы продолжаем измерять глубину рецессии, откладывать ее от вершины анатомического сосочка. Измерение закончено, мы приступаем к операции. Дизайн разреза. Мы соединяем установленные точки с вершиной с зенитом рецессии. Здесь видно очень хорошо, как брюшко погружается в скальпель. Чтобы было понимание, насколько глубоко вы должны этот полнослойный разрез вырежете до кости. Вот этот разрез у вас проходит. И для того, чтобы потом в будущем было более красивое срастание хирургического сосочка, который вы сейчас формируете этим разрезом, когда он будет сопоставлен с доэпитализирован анатомическим, немножко под углом, где-то 120 градусов, выдержите скальпель, чтобы такой был как бы скошенный срез на эпителии. На нем вы видите дизайн разреза. Мы продолжаем, потому что здесь будет корональное смещение. Мы продолжаем моделировку хирургических сосочков. Формируем хирургический сосочек в области зуба 23. Выполнение вертикального разреза медиального согласно протоколу коронального смещения. Продолжение вертикального разреза и соединение его с разрезом, с моделирующим хирургический сосочек. Выполнение вертикального разреза дистально. Обратите внимание, здесь между зубами, поскольку мы оперируем сразу два зуба, я смоделировала, у меня была такая ширина аппроксимальная. Не всегда просто столько ткани есть. Я смоделировала как бы не один скошенный разрез, а как именно хирургический сосочек у нас выглядит, так же, как выглядит анатомический сосочек. Неподготовленная твердой мозговой оболочкой. Препарированный слизистон-кастичный расщепленный лоскот, уже мобилизированный. Доэпитализированы анатомические сосочки. Обратите, пожалуйста, внимание, что в зоне аппроксимальных принимающие ложи расщеплено. Соответственно, часть расщепленных тканей также оставлена на слизистон-кастичном лоскуте. Центрально по зенитам рецессии лоскут полнослойный. Подготовленная перфорированная твердой мозговой оболочкой, нерегидратированная. Пришитый пластический материал, твердая мозговая оболочка, регидратированная узловыми простыми швами к межзубным сосочкам. Так же видите более детально, как пришита твердая мозговая оболочка и мобильность лоскута проверяется. Обратите, пожалуйста, внимание, что твердая мозговая оболочка очень плотно должна быть прижата к поверхности корня и принимающему ложе для того, чтобы произошла биодеградация ее правильная. Ушитая родневая поверхность уже. Вертикальный непрерывный шов. Непрерывными швами ушиты вертикальные разрезы медиальные, дистально. Двойным обвивным кесетным швом ушит сам лоскут первично. Он фиксируется, насколько помните. Вы видите ушитую родневую поверхность. И, к огромному сожалению, здесь вот та самая ошибка, которая привела потом к осложнению, которое мы дальше будем разбирать с вами. И я не выполнила здесь прижимающего, ограничивающего мобильность лоскута горизонтального крестообразного матрасного шва. И в продолжении предыдущего слайда вы теперь видите, да, к чему это привело. Лоскут мигрировал, несмотря на состоятельность швов. Он мигрировал. По всей видимости, тут какие-то еще общие факторы у пациентки. За время, в послеоперационном периоде, почти сразу же после операции, перенесла верстную инфекцию. Но, по сути, даже если бы у нее была верстная инфекция, я бы сделала прижимающий шов. Скорее всего, такой ситуации не произошло бы. Тем не менее, ну, никакой катастрофы не произошло, да, ткани будут увеличены в объеме. Единственное, что, конечно, рецессии у нас сохраняются пока. И вот, обратите, пожалуйста, внимание, да, как доэпитализировался, доэпитализированный ранее анатомический сосочек, а хирургические сосочки, они находятся в совершенно другом месте. Есть определенная динамика. Сосочек дистальный в области зуба 24, несколько увеличен после хирургической травмы в размере. Ну, и эта положительная динамика потом будет нами использована. Сосочек дистанции Сосочек дистанции Продолжение следует...